Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. В прошлый вторник мы начали большой разговор, интересный диалог, интересный разговор на тему промысла Божия в биографии, в судьбе конкретного человека и человечества в целом. Говорим мы об этом с преподавателем Самарской духовной семинарии, преподавателем философских и богословских дисциплин Сергеем Кредичем. Здравствуйте, Сергей Григорьевич. В прошлый вторник мы дали, насколько нам позволило время передачи, самыми широкими мазками мы обозначили две концепции. Концепцию православную, христианскую, но опять же без уточнений, просто дали какое-то общее название, общее определение, что есть промысел Божий. И попытались рассмотреть более подробно языческие, атеистические, альтернативные христианству концепции на участие Бога в судьбе, в жизни этого мира. С язычеством более-менее разобрались. Давайте вот сегодня, может быть, приступим к богословию промысла именно в христианстве. Итак, мы сказали, что предопределение для христианства не существует в том виде, в котором... Для православия. Для православия. Да, если не брать протестантизм с... В его крайних формах. Да, в его крайних формах, да. Для православия, для православного христианства темы предопределения не существуют. То есть нет какого-то прописанного сценария, плана, заранее прочерченной архитектурной структуры жизни человека и жизни этого мира. Тогда встает вопрос, что же такое промысел Божий в православии? Кроме того, что это присматривание и забота о мире, о чем мы сказали в прошлый раз. Вот конкретно, просто чтобы, ну, может быть, помочь от чего-то оттолкнуться, опять же, мы в прошлый вторник обозначили нестабильность общемировую. И вот если Бог присматривает за миром, то почему, собственно, в мире появляется то, что убивает человечество и не только человечество, то, что разрушает этот мир в виде всякого рода природных явлений, там, цунами, какие-то жуткие землетрясения и прочее, прочее. Вот как тогда мы будем, как мы можем найти какой компромисс и как увязать эти две вещи? Ну, первый момент, адресуюсь к Евангелию, есть там эпизод, где к Христу подходит юноша, который спрашивает о духовном наставлении, и Спаситель говорит, «Возлюби Господа Бога твою, всей душою твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим». Вот первое, что хотел бы я подчеркнуть, это то, что человек — это всегда синтез трех граней. Мы не можем свести человека к интеллекту, как, например, это делали греки, их не интересовали даты рождения и смерти. Они говорили, его акме приходилось вот на такое-то время. То есть это расцвет, полный расцвет психических, интеллектуальных и физических сил человека. То есть понятно, что до совершеннолетия мы все пускаем слюни и безобразничаем, это никому не интересно. И когда нас настигает деменция, мы все пускаем слюни и безобразничаем, это никому не интересно. А давайте будем говорить о том, что вот, и опять же-таки для греков воскресение тела было гигантским соблазном и вообще-то ересью. То есть как вот этот бурдюк, который постоянно требует внимания, который не дает нам насладиться концертом классической музыки, или вот мы просто не поспали или не поели, или просто тянет по ногам банальный сквозняк, и все. И мы уже не можем воспринимать великолепную сложность математического доказательства или фугу Баха. Ну, конечно, греки не знали Баха, если мы педотично занувствуем. Ну, в общем, христианство говорит о том, что человек — это всегда синтез вот этих трех моментов. Но нюанс также заключается и в том, что одновременно мы можем находиться только на одном из них. То есть если у человека, я не знаю, большое разочарование, он на что-то рассчитывал, это не получил, то он это переживает не на интеллектуальном уровне, в первую очередь, а сначала на моральном. И говорит человеку, ну-ну, ну что ты, вот ни разу не было так, чтобы вот человек в истерике, ему говорят, ну ты чего на интеллектуальном уровне, ну что случилось? И он так сразу, а правда, а что случилось-то? И успокаивается. То есть в этом случае, когда мы говорим о христианских объяснениях про промысел и замысел, мы находимся на интеллектуальном уровне. То есть если у человека болит зуб, его ни философским, ни теологическим трактатом не пролечить. И даже рискну сказать, несмотря на то, что я преподаватель семинарии, что и чтение Евангелия вслух, оно не всегда успокаивает зубную боль и не лечит аппендицит со стопроцентной гарантией. И поэтому вот то, что мы сейчас будем разбирать, это вот для тех, кто может находиться на интеллектуальном уровне. То есть в случае с горем, с разочарованием, с физической болью, интеллектуальные аргументы не сработают. Ну и кратко, касательно вот окачания прошлой программы, к сожалению, античность никуда не девается. То есть вот концепт, что весь мир театра, а мы в нем актеры, это в общем-то формулировка Шекспира, который далеко не грек. И мы вполне себе встречаем людей, которые живут по максимуму, что всегда надо выглядеть хорошо. То есть в любом случае. Хорошо одеться и в любом случае иметь, не утратить лицо. И опять же таки, песня про то, что шоу должно продолжаться, была написана не сафоклым и не еврипидом. То есть это античное миропонимание, что пусть мой грим осыпается и на сердце у меня рано, но шоу должно продолжаться. Я не уверен, что я точно процитировал, но это все легко проверить. То есть в этом случае античность никуда не делась, а христианство говорит о том, что вот замысел Бога, он есть о каждом человеке. И человек может свободно согласиться на этот замысел и свободно не согласиться на этот замысел. А что происходит, когда он не соглашается с этим замыслом? Тогда по христианскому учению Бог пытается минимизировать те последствия, которые происходят. Вот этот античный принцип тоже никуда не девается. Вот эта тема с телегой. Да, да, да. И пса к ней привязанного. То есть если пес отказывается бежать за этой телегой, то в данном случае что делает Господь? Вот тут я просто разведу понятие на интеллектуальном уровне. Мы все-таки говорим не про стойков, которые не совсем христиане, хотя с завиденным постоянством почему-то многим хочется доказать, что христианство – это вариант стоицизма. Это совершенно не так. Это скорее отношение отца и ребенка. То есть иногда ребенок, да, мы же все читаем «Отче наш», это как раз вот обращение к отцу. Иногда ребенок говорит, что он не хочет спать, а хочет мультики и есть только мороженое и шоколад. И в целом противится родительской воле, но родитель не ведет себя, ну, по крайней мере, вот родитель в правильном христианском понимании с ребенком как с псом. То есть в этом случае сказано «ляжешь», значит «ляжешь», сказано «поднять», значит «поднимем». То есть Бог и устав Суворовского училища – это разные вещи. Хотя, в общем-то, дисциплина, она скорее и потом, оглядываясь, ребенок, точно как и пес, может, например, радоваться, что телега эта уезжала из Помпей. То есть пес в собачьем понимании всей картины-то не видел, но в целом где-то было благом убрать телегу, ну, и случайно привязанного к ней пса из города, который погибнет. То есть в этом случае мы не видим полностью замысел. И действительно, тут второй момент, который вот множится, затруднение при рассмотрении этого вопроса – а как понять замысел? То есть вот мы человеку сообщили, что Господь любит тебя, что Господь смотрит за миром, Господь воплощался, и у него есть план в отношении тебя. И человек говорит «ну, я записываю», и миссионер тут вынужден остановиться и сказать «ну, вот я не знаю». И вот человек должен как раз-таки прислушиваться, искать способы понимания, что Господь замыслил о нем. А вот вопрос. Этот план, он все-таки написан или он пишется вместе с жизнью человека? Он пишется вместе с жизнью человека. Тогда получается этот промысел, этот план, в принципе, его познать, узнать невозможно. Кроме каких-то обобщенных форм, таких, каких мы находим, я не знаю, в катехизисе или в учебнике по догматике, что Господь все направляет ко благу. Точка. То есть все в твоей жизни изначально Господь будет направлять ко благу. Какое бы решение ты ни принял, даже может быть откровенно отрицательное для тебя самого, но даже эту чернильную кляксу Господь способен... Вплести в будущий замысл, да. То есть это как раз и говорит о том, что есть проведение. Потому что часовщик, который завел часы, он знает, что ровно в 12 часов солдатик выйдет из башенки, сделает круг, повернется, вернется в башенку. Ну, как крестный дроссельмейер в щелкунчике, он приносит вот эти вот сложнейшие механизмы. И там мы в любой момент можем сказать, как, где и почему. Как вот с космосом, где бездушные планеты, они, вообще-то, они танцуют. И астрономы, они восхищаются наблюдениями и еще больше восхищаются возможностью предсказать, где через 10 тысяч лет при сохранении этих условий. Если это христианский астроном, он же знает, что мир закончится. Но он может сказать, где вот деталь этого механизма окажется через 10 тысяч лет. Нас не будет, наших детей не будет, а он уже сейчас может постигнуть, как вот это гигантское тело, где окажется. И вот промысел, как раз и говорится, что Господь постоянно присматривает и постоянно вплетает вот наши поступки в свой замысел. То есть это не значит, что замысел корректируется, это значит, что мы в нашей свободе. То есть в этом случае, если нужен готовый ответ, то я предложу следующую формулировку, опять же, из катехизиса, из учебника догматики, что Господь знает, но не предопределяет. Чтобы вот покатать это по языку и в черепе, вот давайте на этом чуть-чуть постановимся. Чем дольше мы общаемся с человеком, тем больше мы можем, с большей точностью, прошу прощения, можем прогнозировать его поведение. То есть даже если мы понаблюдали за детьми на детской площадке один час, мы уже можем сказать, этот раз плачется. Если появляется пес с телегой, не будем выкидывать персонажей, то этот заплачет, этот бежит к маме, этот пойдет знакомиться с псом, а этот будет смотреть, что с колесом телеги. То есть уже наблюдая даже немного, мы можем очень точно спрогнозировать поведение наших близких. Например, если мы человека знаем по работе или в семье, опять же, то вот как он будет действовать в той или иной ситуации. Наверное, не надо дарить настоятелю храма биту с надписью «Толерантность» на годовщину рукоположения. То есть мы прям... Хотя он абсолютно свободен. Представляете, вот мы расчехляем, и там шикарная бита, надпись «Толерантность», и отец Пегики говорит, «Я всю жизнь мечтал, спасибо, я поставлю ее в алтарь». Он же абсолютно свободен. Он же может и обрадоваться, и он может любить бейсбол. Почему нет? Но вот возвращаясь теперь к формулировке «знает, но не предопределяет». Господь знает нас лучше, чем мы сами себя знаем. И христианство говорит о том, что он видит даже помыслы. И поэтому его прогноз поведения людей обладает куда большей точностью, чем наш прогноз в отношении ближних. Но это не значит, что мы предопределяем их поведение. То есть в этом случае мы сталкиваемся с еще одним затруднением. Как раз-таки вот этим крайним протестантизмом. То есть, получается, Господь знал, в какой ситуации, как кто себя поведет, да? То есть представим, опять же, ситуацию. Журналист молодой, амбициозный, он хочет прославиться. И он знает, что вот этот вот постовой взяточник. И он берет, цепляет на себя скрытую камеру, переходит дорогу в неположенном месте, ждет, когда к нему подойдет этот постовой, и все снимает. Он предопределил поведение? Нет, он не предопределил. То есть, в общем-то, постовой мог и не вымогать взятку. Вот что-то вот его накрыло, вот у него приступ человеколюбия, и он в этот день решил взятки не брать. Хотя он сам может пересмотреть свое решение. Но, с другой стороны, журналист вплел поведение вот этого постового в свой замысел, но постовой не обязан ему следовать. Хотя, опять же-таки, многие к 30 годам, это тоже прозрение философов и вообще людей, склонных к самоанализу, в общем-то, движутся по одним и тем же лекалам. Будут машины, будут рестораны, и как-то безрадостно. А что, рестораны плохие? Да нет. Что, машины ломаются? Тоже нет. То есть, если немножко подытожить и так немножко резюмировать, промежуточный сделать такой итог. Промысел Божий – это создание, если мы говорим о промысле в отношении человека. То есть, мы в прошлой нашей передаче сказали, что есть промысел общий обо всем мире и о каждой твари в этом мире и так далее. Есть промысел индивидуальный, частный в отношении каждого человека в отдельности. Вот если мы говорим о промысле Божьем в отношении человека, частном в этом промысле, то этот промысел предполагает создание максимально благоприятных условий для того, чтобы реализовалась человеческая свобода и чтобы реализовалось самоопределение человека, чтобы человек сам себя каким-то образом понял, определил. Потому что, если мы говорим о том, что Господь, мы будем говорить такими терминами светскими, совершенный психолог, то есть он максимально знает нас, наше нутро, склонности, наши все интенции, и все, из чего вырастает, и к чему стремится, наши мотивы, мотивации, то, в принципе, задача его, как отца, направить и нашу мысль к такому же пониманию себя самих. Но не навязывать ее. Не навязывать. Потому что ребенок, который просто из послушания, точнее, как сказать, прекрасно зная, что скрыться он не сможет и будет наказан, ведет себя прилично, то, в общем-то, грошится на такой добродетели. Ну и тогда вот сейчас мы распаковали ящик Пандоры, открыли, потому что множество здесь как раз вот будет вещей, ну, таких сопутствующих вопросов, что называется. Во-первых, все-таки, как мы тогда ответим на вопрос о всеведении Божьем, если есть человеческая свобода, и она должна максимально реализоваться? Если реализуется наша свобода, значит, Господь о нас не может знать всего, кроме того, что, ну, опять же, знать наши некоторые такие вот предрасположенности. Или как? Как мы ответим на это вопрос? Во-первых, на всякий случай уже пропою свой такой охранный припев. У меня нет прямого канала связи с Господом, я не могу знать о его замысле. Если там кто-нибудь в эфир позвонит и попросит, а вот почему так, я ничего сказать не смогу. Это надо, опять же, в индивидуальном порядке как-то вот спрашивать у Господа Бога. Тут, значит, касательно зла. Сначала, наверное, давайте поговорим о богословских моментах, а потом о философских. Ну, во-первых, Евангелие, книга далеко не мультяшная. То есть там, если прям вот есть по эпизодам, то, ну, к примеру, сидит слепец, и апостолы спрашивают у Господа, а вот это он согрешил или родители его? И Господь говорит, не он не согрешил, не родители, но это, чтобы явилось славу Божию. То есть человек полжизни страдал, и тоже, заметим, он не просил Господа об этом. Вот там есть слепец, который кричит, помилуй меня сыне Давидов, и получает исцеление. А конкретно этот не просил. Господь подходит, исцеляет его, и тем самым создает ему проблемы. У него потом с синагогой начинаются столкновения, там, с родителями и так далее. Или когда Господь говорит, а вот та башня Силамская, которая упала и погребла 20 человек, были ли они виновнее, чем другие в Иерусалиме? Нет, оно не было виновнее. То есть первый момент — это то, что действительно не надо думать, что Господь обязан все объяснить. То есть это тяжелая мысль, но в целом это христианское решение, что этот мир лучше из возможных миров, и все остальные ситуации еще хуже. Но вся беда в том, что мы понимаем это только оглядываясь. То есть он, например, уже оглядываясь... И это мы можем понять только, когда это не касается тебя лично. Когда ты... Или, по крайней мере, ты в интеллекте уже. Если Силамская башня упала на твоих родственников, на твой дом... Или на себя лично. Ну на меня тут уже поздно, я уже ни о чем думать не буду. А вот если это... Покалечил. А, вместе покалечил, да. Да, да, да. То есть вот то, что я сказал, вот то, что мы сейчас делаем, мы играем на интеллектуальном поле. Если у человека прямо сейчас болит зуб, ему не надо объяснять, что это, ну, великий замысел, потому что Господь еще до создания мира, там, и все такое. То есть в этом плане мы говорим о том, что только находясь в спокойном интеллектуальном состоянии, не оглядываясь, и, да, совершенно справедливо, большей частью не про себя, что это был лучший из возможных вариантов. Если мы посмотрим, к примеру, буквально за несколько лет до революции 1917 года, немалое число преподавателей в духовных школах простудилось и умерло от простуды. То есть, казалось бы, преподаватель перспективный, молодой, он уже много написал и вошел в историю богословской отечественной науки. За что же его Господь прибрал? А потом, оглядываясь, а что же его, вот в мясорубку гражданской войны, в ТИФ, в Белочехов, в Красный террор. Вот как это? Ну вот, понимая, что, может быть, это лучший из вариантов. И да, вот с жизнью, да, вот смерть всегда плохо, а с другой стороны, а вот если бы кто жил вечно, да, вот пожелали бы мы себе или кому-нибудь из наших близких увидеть Рим от республики до падения империи, от Ромула и Рэма до убийства Цезаря в Сенате, завоевания там Египта, Африки и так далее, и так далее. То есть вот стоило ли, даже просто мы посмотрим, даже если на правление династии Романовых, там, начиная от смутного времени, через Петровские преобразования, век Золотой Екатерины, поведение Наполеона, кризис, и все вот это вот. То есть вот мы оглядываясь, все это смотрим, а пожелаем ли мы жить кому-нибудь вечно. И тут мы уже потихоньку подходим к философским речениям. В этом случае Лейбниц с Теодицеей, вот то, что вы спросили, на научном языке называется Теодицеей, то есть оправдание Бога. Восходит это к античности, и мы опять же адресуемся к первой программе, никуда мы от этого не денемся. Это секст-эмпирик, который упражнял логику своих учеников на следующих тезисах. Значит, есть четыре, как бы сказать, четыре дощечки. Бог есть, зло есть, Бог всемогущ и Бог добр. И вот если мы будем что-то конструировать из этих дощечек, мы можем взять любые три, но нам придется выкинуть четвертую. То есть Бог есть, Бог добр, зло есть. Наверное, Бог не всемогущ. Но это Тор. Он хотел бы одолеть великанов, но не сразу у него получается, и сам он протерпевает. Бог есть, Бог добр, зло есть. То, что я сказал, Бог всемогущ, зло есть. Но он, соответственно, может уничтожить зло, но не хочет. Ему нравится устраивать фильм-катастрофу и наблюдать на это с облака, там, цунами. И, кстати, нам тоже нравится. Люди в кино ходят с удовольствием, там, на всякие вот эти вот зомби-апокалипсисы и прочие, там, про пожар в джунглях и так далее. Фильм-катастрофа. Да, да, да. Ну и, наконец, соответственно, зло есть. Бог добр, Бог мудр и Бог всемогущ. Но тогда, наверное, такого Бога нет. Это просто выдумка. То есть, и место этого Бога рядом с Колобком, Шерлоком Холмсом. То есть, это такие персонажи, которые нам дороги, ну, и с Чебурашкой, он же милый, но мы же его в реальности не ищем. Это так для отдохновения и литературы. И в этом плане для античности это не было центральным вопросом, потому что, как вот было сказано про мир, как часы, к часовщику мы это не отнесем. То есть, вот как мы, будучи в греческой парадигме, кому мы пожалуемся? Зевс сверг своего отца, а отец Зевса сверг дедового Зевса, своего отца. То есть, Зевс скажет, автор не я, претензии изготовителю. И то, если будет в хорошем настроении. А так вот просто молнией зашибет и все, да. Как опять же с пантеоном нордическим, да. Но мой отец отобрал этого великана. Как? А он всех убил. Ну, то есть, это совершенно не то. И Лемнис пытается разобраться, вот откуда происходит зло. То есть, зло бывает физическое, это боль. Но в боли мы Бога не обвиняем, как правило. То есть, если упал и болит, то понятно, кто тебя ткнул ножиком, ты споткнулся и сломал ручку, ножку, не дай Бог, там, или ты бежал и ушибся. Ну, то есть, понятно, причинно-следственная связь. В этом случае источник, в общем-то, ты сам. Ты не посмотрел или ты там разозлил человека. И в целом, в общем, очень мало людей, которые идут бить других людей просто потому, что вот в случае с военным столкновением, опять же, это рационально объяснимо, что это ничего личного, это столкновение армий. Дальше. Зло бывает моральное, это несправедливость. Опять же, таких Бог ли принуждает к несправедливости? Нет. Ну, вот берем самый такой навязший в зубах пример. Это несправедливый приговор. То есть, судья знал, что это невиновный человек, но он его приговорил. То есть, и Лемниц говорит, ну, если мы посмотрим, то судья все равно стремится к благу, хотя весьма извращенно. Судье посурили деньги, и он не видит человека, он видит, что он купит домик за городом, он видит, что он купит себе новые какие-то приятности. То есть, он все равно стремится к благу, но за счет других. То есть, в этом случае моральное зло, это тоже, мы легко находим причины, если мы их разматываем. То есть, физическое зло. Мы всегда найдем источник нашей боли, и даже если у нас боят зубы, мы знаем, что кто-то отрезкал слишком много шоколада. Или там, что проблемы с какими-то вот излишними килограммами в организме, мы опять же знаем, кто в конечном итоге в этом виноват. Если в случае с моралью мы тоже можем доискаться до конца цепочки, это там не будет Бога. Дальше Лепнис говорит, в случае с катастрофами зло, пожар в джунглях или цунами, или извержение Везувия, только если пострадали люди, это тоже важный момент. Только в отношении человека это будет злом. То есть, мы, конечно, можем спасать плавучий зоопарк, который терпит «Бедствие в море». Но мы сами к этому относимся весьма иронично, достаточно пересмотреть тот самый сюжет в экранизации. Сергей Григорьевич, я прошу прощения, но на сегодня у нас подошла передача к концу. Я опять же рад, что мы на каком-то полусловии прервались. Будет повод включить телевизор в следующий вторник. Мы продолжим, как раз вот начнем с теорией Лебница, с теодицеев. Я сердечно благодарю вас за сегодняшний разговор, беседу, диалог. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. До скорых встреч. В следующий вторник присоединяйтесь к нам, продолжим. Редактор субтитров А.Семкин